Вот так вот. Это прекрасно, главное быть счастливым. А я счастлива. Я счастлива в любой локации. И моё счастье, оно не зависит от локации, да. Люди хотели, чтобы когда я приехала в Россию, я ходила с грустным лицом, типа, у меня ничего не будет, да, у меня ничего не будет получаться. Не вы ошибаетесь, у меня всё будет получаться. Всегда. Потому что я с Богом. А вы никогда не сможете приблизиться к такому результату. Потому что вы надеетесь на себя и всегда, всегда благодарите сами себя. Да, вот какая я молодец, вот какой я молодец. Или, типа, на других людей надеетесь. Думаете, что кто-то вам сможет документы сделать или что сделать, или помочь финансово, или кто-то вам сможет что-то сделать в плане повышения по работе, или увеличит вам зарплату на 10 000 корейских вон в час. Ну, многие люди по-разному думают, по-разному мыслят. Ну, так или иначе, то, как мыслите вы, я никогда не буду мыслить так, как вы. У каждого человека свой век. Мы очень уверены, это очень важно. Будем всегда в решении. Спасибо, я буду. Я буду стараться. Будем двигаться к целям, стараться. А на таких людей, которые пытаются что-то там гнуть... Видели мы вас и не один раз, как говорит мой батя. Какая маска. Ребят, вы даже не знаете правду. Никогда не были в тот момент в том магазине. Пытаетесь что-то говорить. Ну, не позорьтесь, а. Не собирайтесь в плетни. Вы когда не знаете, что и как, и так далее. Владелец этого магазина, его зовут Дилшат. И мы до сих пор с ним общаемся. Мы являемся партнерами. И скоро он приедет сюда, в Россию, ко мне. А то, что вы говорите какую-то ересь, да. Что меня там уволили из-за того, что я не надела маску или еще что-то. Не зная всей правды, не зная всего, да. Пытаетесь какое-то говно своим языком воротить. Ну, давайте, окситесь уже, да. Не позорьтесь. Не позорьтесь. И не заходите к таким же людям, которые пытаются вот это вот тоже разводить своим языком. Не зная правды. Поэтому, ну, это грустно. Я не утверждаю за это. Я слушала в эфире у русских с Кореей. Вы не утверждаете. Вы пишете какой-то негатив. Вы пишете грязь. Вы пишете какую-то грязь. Вы выносите грязь и погадаетесь в этот эфир принести грязь. Для чего? Вот я вас приглашаю. Вот вы можете мне кинуть запрос. Я не знаю, как вас просто добавить, чтобы вы мне показали свое лицо. Либо сейчас я зайду на ваш профиль. Просто откройте свой профиль, покажите свое видео. Мы вас найдем. Мы с вами пообщаемся. У меня просто два тиктока. Я слушаю, вот два телефона есть. Я сейчас могу прям сразу посмотреть, кто есть в двуху из двух. Но там в третий раз. Я ухожу. И ну вот, вот два телефона есть. Что-то ваш профиль не выходит, странно. Вы меняете название профилей? Не могу найти вас. Это вы, да? Это вы? Вы мне сказали, что я об этом эфире говорила, но нет, вы по-другому сказали. Там же, как и кому же я была, написано, правильно? Просто многие люди, ну, на самом деле, слишком сильно запутались. Запутались в своей грязи, в своем негативе, в своих сплетнях. Ее преступление, это ее красота. Вот откуда. Ваша зависть, ваша ложь, позорище и сплетни. Конечно, нам таких людей надо забивать. Мы просто будем двигаться к целям и показывать. Who is who? А такие люди, которые сидят, каким-то негативом брызжут, пытаются мне кости перемывать, обсуждать, какие-то конгрессы устраивать, беспредельщину, да? Ну, вот так вот. Моника Беучи, да, Моника Беучи. У нее тоже было много известных. Бедная женщина. Привет. Там, в соседе, пять человек говорили о вас одно и то же. Оу, какое счастье, что целых пять. Мария, во Владике есть достойные мужики подыскать мужа. Так, надеюсь, вы займетесь этим. У меня тут есть и мои личные пиарщики, которые занимаются составлением, ну, наверное, моей характеристики в глазах общества. Ну, разные люди. Нормально, адекватные люди такие прямые эфиры не будут смотреть. Гадкие прямые эфиры, где обсуждаются, где кости перемываются. Да, люди с больной психикой, немножко им нравятся такие темы. Поэтому сидят там, что-то впитывают, смотрят. А-а-а-а. Ну, соответствующий уровень развития таким прямым эфиром. Поэтому у каждого человека своя планка. Есть люди, которые отборное выбирают, а есть люди, которые смотрят, да, видишь бы, что засунуть. Суги непонятно, что. Как город, скажи, изменился. Знаешь, я еще не слишком как бы там прям по Владивостоке поездила. Я только вот проездом была, только вот там машину забрала и все. Особо не ездила. Но есть изменения на самом деле там в инфраструктуре. Там добавились какие-то новые там дома, смотрю, там какие-то новые торговые центры. Интересно было посмотреть. Но я еще по Владивостоку так сильно много не ездила. Я сейчас в другом, я сейчас в Приморском крае. Вот, поэтому здесь отдыхаю. Не знаю, не проверяла корейцев. Спроси у тех, кто живет с корейцами вместе. Чем планируешь заниматься? Планируешь заниматься жизнью. Откуда вы берете такую информацию, да? Мне никто не депортировал, меня не ловила имя грешка. Уехать из Кореи было мое личное решение. Личное качественное решение. Я серьезно замусь этим вопросом. Если найду вознаграждение в денежном эквиваленте, полагается. Если найду вознаграждение в денежном эквиваленте, полагается. Ну, что себе ты? Что, попутал, что ли? Я в шоке. Уже пытаются меня свести за бабки с кем-то. Знаешь, мне, ну, такой же надо соответствующий человек мне. Не просто там Вася. Ай, Вася. Ну, что? Но кушать будем или не будем в голову, да? Не пойдет. Привет, я уже 10 лет не бывала в этой стоке.